так друзья но как и обещали максим галкин уже появился здесь на студии максим привет добрый вечер максим мы начнем с главного события марта 25 марта большой концерт один за всех вот уже вне эфира максим нас пристыдил что мы не были на его концерте но послушайте я я работаю практически всю вашу сознательную жизнь вы до сих пор не сходили я 17 лет выступать сольными концертами вы же моложе меня расскажи пожалуйста что там один за всех и поешь так сказать я всегда роде и все да 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 вот я всегда всем всем этим занимаюсь на сцене и жалоб пока не поступало нет но я по телевизору то смотрел ну совсем все-таки по всем-то принижать и сейчас как в том анекдоте от так это был ты 25 марта в кремлевском дворце будет мой сольный концерт программа на мой взгляд замечательная было бы странно если бы ты сказал не ты знаешь программа такая так себе это не дежурные слова я имею ввиду что для каждого артиста в какой-то момент это превращается в рутину но я всегда говорил со сцены то что веселило лично меня то на чем я иронизировал и то что мне интересно в данный момент поэтому так как я все время гастролирую программа все время меняется многие вещи появляются за счет импровизации и я вот сейчас выступив с концертом сольным в краснодаре вот седьмого марта я понял какая у меня веселая программа то есть не только зрители получили удовольствие но если вот продолжать тему пародии до их их количество в твоей программе какое количество образов там есть ты знаешь я никогда не считал какие-то доброходы доброходы наверно посчитали в в википедии есть список насчитывающий чуть ли не 300 голосов вот которые я изобразил но в программе ну штук 150 есть за 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 то время пока идет концерт я изображаю я же долго ни на ком не останавливаюсь быстро изобразил и пошел дальше слушаем максим а скажи вот как ты считаешь это все-таки талант врожденный или мужчина старичок ну конечно талант ну как этому можно научиться просто просто это надо чувствовать это идет понимаешь а души то есть она на души идет но все равно есть какие-то образы более сложные боли но естественно слушай когда я начинал я изобрал изображал в детстве только горбачева то есть я у меня когда оставили на табуре какой-то был единственный волос но с опытом привели концерт шел три часа при этом концерт пришел тогда со временем стали других людей показывать по телевизору уже можно безусловно безусловно но то есть короче говоря аппетит приходит во время еды мастерство по ходу по ходу работы все это нарабатывается но ты рождаешься с желанием обезьянничать это нормально это актерское свойство в принципе в любой актерский вуз принимают именно с такими данными зарисовками да ты даже когда самые замечательные артисты изображают кого-то играют они все равно берут осколки черты характера знакомых своих людей которых мы не знаем то есть я считаю все равно пародия и изображение человека лежит в основе любого актерского ремесла максим но вот в последнее время последние там несколько месяцев самый наверное пародируемый человек на планете земля это новоизбранный американский президент дональд трамп скажи пожалуйста ты как профессионал а его как-то можно изобразить его замечательно изобразил алик болдуин вот к сожалению или к счастью наше население не столь хорошо знакомо с его образом естественно говорить по-английски но значит смешно он так тянет губы уточкой когда были дебаты я как раз был с гастролями в америке для нашей русскоязычной публики там и и он все время когда клинтон хиллари возводила на него на праслину вот он все время грамм вот так он делал складывал эти губки уточкой грамм то есть неправда неправда и собственно тут же я по этому поводу выйдя на сцену где-то в майами тут же я пошутил что если ты уже учишься у жириновского то мог бы как бы разнообразить борьбу с кандидатами оттаскал бы ее за волосы вместо этого чтобы у нас тоже было не менее органично максим предлагаю с тобой в некую такую полемику вступить но какую дружелюбную значит смотри предлагаем тебе несколько образов и людей до ситуациях необычных ситуациях вот допустим давай представим что илья логутенко выступает в защиту амурских тигров вот сможет спародировать подстава какая-то ну там то есть без музыки вот просто так да я пусть конечно тоже радио какая тут музыка тут откуда взяться-то и утекай если вдруг на дороге здесь тигр ты его лучше сразу опекай утекай даже наш президент уже понял что наш тигр это большая ценность например закончим мысль так хорошо с ильей логутенко замечательно получилось а если представить например что елена малышева на приеме у астролога не верит в предсказание звезд дорогие друзья ну вы же понимаете что это все абсолютная профанация все-таки звезды они на небе если вам показалось что они с вами разговаривают вам надо психиатра дорогой сергей звезды с нами не разговаривают более того многие ученые доказали что хоть они нам и светят они уже давно потухли и ничего не предсказывают так что если вам показалось примите глицин мне кажется вот если елена малышева так скажет экстрасенсу или астролога конечно сто процентов происходит так еще одна ситуация семен альтов не согласен с тем что иван урган смешнее конечно кто это сказал что он вообще смешной у нас во дворе так физики все шутили просто сейчас только ваню допустили до ежевечернего выхода в эфир поэтому если бы мне дали программу добрый вечер с семеном теодоровичем то те люди которые сейчас спят на вечернем органте сразу бы прознулись мне кажется что идеально бы семен альтов озвучивал слово узбогойзе узбогойзе да да кстати он его придумал возможно очень очень может быть так ну и еще один образ андрей малахов предлагает в несвойственной себе манере андрей малахов предлагает переключиться и не беречь своих близких ну знаете я я я я андрюшу только в контексте могу изображать я вообще поклонник его программы поэтому все-таки отвлекусь от импровизации я хочу сказать он конечно очень любит русскую деревню я всегда смотрю вот когда он с любовью показывает это все вот это добрый вечер добрый вечер дорогие друзья в эфире страшная история с деревней конакова брат убил сестру и оба сегодня пришли в нашу студию и так скажите почему убили свою сестру а вы почему подали своему брату а сейчас выйдет ваша соседка сидорова которая расскажет все про люди добрые в общем так далее берегите себя и своих близких это все был один человек друзья а что делал галкин да да что бы ни происходило в студии главное берегите себя и своих близких это они же безусловно важно слушай на кстати вот логичный вопрос а бывало что кто-то из артиста конечно обижались конечно это самый самый редкий вопрос который знаешь когда-то когда-то мне владимир вольфович на просьбу я про это не знал у меня был день рождения и мне друзья решили сделать сюрприз альбом с цитатами известных людей про меня любимого и все так восторженно и пришли к же ириновскому говорят владимир вольф поздравьте галкина с юбилеем это было когда мне было 30 лет а значит и он говорит конечно давай записываешь да я поздравлю давай куда говорить вот сюда в эту дырочку да да все хорошо я желаю ну вы пожелаете ему что-то да я ему желаю чтобы он превратился в маленькую мерзкую злобную рыбку и пыль отсюда к чертовой матери через баспоры дардонео своего кула не видел ну и они как-то побоялись меня обидеть и не включили это в этот альбом и я потом только узнал что он меня так поздравил и я позвонил его пресс-секретарю у него была тогда людмила борисовна пресс-секретарь игры ну борис на совесть есть у вас и у вашего товарища как же он меня так вот поздравил не мог бы как-то по-человечески вы не обращайте внимание он никого серьезно не поздравит он всех посылает эта традиция игры на я же не знал я бы вы тоже послал на его 60-летие если я бы знал что так надо вот и он после этого у него где-то знаете в голове отложилось что со мной лучше не связываться хотя я в шутку это сделал он через три дня есть у нас еще время да он через три дня прислал мне телеграмму правительство я таких больших никогда не видел поздравительную наконец да он написал как он меня любит какой вообще я охренительные все такое и что он неправильно и что я его неправильно понял что он хочет чтобы я был рыбкой в его аквариуме золотой там он меня сварит ну какую-то фигню написал и вот снимается две звезды и он идет по коридору я слышу он идет по коридору и в каждую значит гримерку он откладывает свое мнение сидящих там ты подонок ты неправильно голосовал а ты вообще тварь а ты что ты поешь ты не патриот за кого ты и вот так он идет и все ну и это слышно издалека да и моя последняя гримерка я слышу приближается гроза подонок отвратный это это он видит меня в гримерке талант талант видите как работает талант максим галкин у нас гостях друзья на пару минут прервемся это нужно сделать поехали с демидовым и обрамянам на авторадио слушай ну это по-моему самый веселый эфир за всю историю все таки да 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 максим галкин у нас в гостях реально весело реально смешно сергей демидов виктор обрамян как приложение в данном случае друзья предлагаем заходить в нашу официальную группу авторадио вконтакте тем более что здесь не только видео трансляция которую мы рекомендуем смотреть но и фото но и фото и вопросы слайдшоу максим естественно не можем обойти стороной шоу лучше всех и вопрос от слушателей очень интересно 4 года назад на телевидении появился формат шоу перевоплощений где-то тоже кстати участвовал победил да и в миг стал популярным сейчас новый тренд детские шоу талантов которые тоже занимают первые строчки рейтингов как ты думаешь сколько по времени будут из уме иметь успех такие шоу и что придет взамен и может быть шоу с животными даже вот такая версия есть почему нет но я надеюсь что у этого шоу лучше всех долгая жизнь потому что дети то рождаются появляются новые да и как я сейчас не помню точную цитату как все время сказал борис пастернак талант это новость которая всегда нова и конечно сейчас совершенно другое поколение детей и к нам приходит трехлетний четырехлетний я сейчас записывал программу но фантастические дети приходят шел ребенок который в квадрат возводит в три года десять месяцев ну то есть это фантастика и 34 ты не научился и все таки такие шоу как допустим точь-в-точь они завязаны на уже состоявшихся артистах конечно которых не так много их ограниченное количество которые могут перевоплощаться шоу лучше всех завязано на общении с детьми и тут даже не важно насколько они талантливы важно насколько они самобытны а тут сколько детей столько и характеров поэтому я надеюсь на долгую жизнь слушай но вот кто тебя больше всего удивил там же действительно каждый ребенок это уникальный абсолютно человек самостоятельный взрослый гениальный вот лично тебя кто удивил но у меня свежие впечатления самые удивительные вот я сейчас отснял новые программы которые будут выходить в эфир первого канала и допустим был мальчик совершенно замечательный пяти лет казак юный ну малыш казак малыш но он такой крохотный был и такой уже казак и что он делал он кручинился под грустную мелодию он веселился разухабисто под веселую он пел любо братцы любо и даже неважно попадал ли он в тональность важно было в какую он душу казацкую вкладывал в эту песню поэтому смотрите новые эфиры лучше всех скажи пожалуйста ну а вот твое личное отношение к таким историям да когда дети выступают когда дети соревнуются это же такая в общем двойная я понимаю чем ты говоришь я считаю что вообще не двойная и будущее детей только в руках их родителей и все зависит от того любят ли они своих детей и что они в них вкладывают воспитание участвовал в этом шоу или не участвовал это никак не определит станет он хорошим человеком или плохим мы показываем разнообразие характеров детей а к сожалению или к счастью их будущее мы не закладываем этим одним эфиром не эти 15 минут славы закладывают их будущее а исключительно их семья так серьезно стали мы разговаривать а чё нет на разнообразие тоже в интернетах есть информация что и ты сам говорю что к девяти годам просто знал столицы всех дам мира да а все помнишь ну все спросить что-нибудь я уже не полный жир алжир алжир джибути не помню джибути панама а подожди ну панам она и есть панам хорошо а вы какие другие знаете не не знают уже островные государства я уже не помню что все выдумано если мне кто-то сказал да то есть а прямо карта всегда была перед глазами она она висела над моей кроватью да конечно выхода не было да ну то есть там столицы стран южной америки я хорошо помнил с африкой хуже конечно ну а европа азия тут легче африкой в принципе хуже еще вопрос от слушателей не могу не задать много прям людей интересуется шоу максим максим будет ли следующий сезон очень интересно понятия не имею очень хотелось бы чтобы был но сейчас у нас такой творческий отпуск посмотрим да и тут еще один вопрос тоже от слушателей максим планируете ли тур по россии хотелось бы сходить на ваш концерт приезжайте в нижний тагил от анастасии такое планируешь тур но в нижний тагил ближайшее время не помню будет ли концерт я сейчас разбиваю туры вот я сейчас был в пензе в саратове в самаре был в краснодаре буду по моему в альметьевске в казани в набережных челнах потом дальше по россии поеду но из того что я хочу детей видеть чаще я не делаю длинные туры я выезжаю на три-четыре концерта вот так знаешь у нас есть рубрика да она популярная она регулярно называется она караоке бар снежана сегодня мы назвали так ты знаешь мы поем с поющими артист ну как мы в меньшей степени поем в большей степени пою поющие артисты ты все-таки не только парадист но и певец и актер но вот вы мне уже раздали слова уже подсунули тебе слова песни прощай но ты понимаешь что не все так просто естественно то есть мы начинаем петь эту песню и вкидываем тебе образы а ну начинаем естественно я думал просто а дальше уже будем тему вкидывать и так дамы и господа изначально это лев валерьян шелещенко с композицией прощай а обработочку дадите хольчик легкий чтобы чтобы звучало просто чудо свежую песню ребята выбрали спасибо чувствуется современные диджеи просто чудо уже можно наверно уже до прощай от всех вокзалов поезда уходят в дальние края прощай 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 в час прощай мы расстаемся навсегда под белым небом января и николай басков присоединяется прощай ничего не обещай и ничего не говори а чтоб понять мою печаль в пустое небо посмотри ты помнишь были в весне это был вообще чудо спасибо родные вы моите а вы мне подбросили как и образы и могли сразу начать просто чудо максим галкин спасибо большое максим эти аплодисменты больше образов не будет все максим на жалко не хватит к сожалению песен чтобы просто мне сказали нельзя выражаться поэтому ну просто но хороший фир коломана друзья у нас гостях был максим галкина огромное спасибо чудо встречки вы чудо спасибо максим я надеюсь что не последний раз да я не уйду отсюда вы думаете что до свидания оставайся оставайся максимум его надо выгонять отсюда к чертовой матери но все друзья спасибо что максим пришел до хватит прощаться уже девушка это подошла новости читать финансовые рубль держится еще но она метеоролог я пошел спасибо максим галкин пока пока